всем привет друзья подписчики и гости моего канала всем привет друзья сегодняшнее видео у нас будет что я уже успел построить потому что все никак не хватает времени записать видеоролик ну для начала друзья сразу вам скажу почему я улучшаю я много раз во многих видеороликах говорю я просто хочу получить все плюшки которые нам предоставляет clash получить всех животных у кого там уж нет огнеметатель тоже очень нужная вещь прокачать ратушу до 15 уровня в принципе не так уж сложно уходит приблизительно где-то около трех месяцев так если сильно не напрягаться ну посмотрим я уже три месяца играю а ратуша почему-то у меня еще не 15 уровня но ничего друзья все это постепенно будет улучшаться многие задают вопросы в аван почему ты смотри у тебя башня лучниц там или башня или даже пушка 3 уровня потому что друзья мне это не мешает для улучшения моей цели как я хотел я хотел ее просто улучшить и получить все плюшки кто только начал играть он не имеет возможности сейчас даже нанимать например те же например стратегические войска вот я уже установил будет у меня осадным осадной казармы также при как пригодятся для кого и так далее но тут еще качать и качать самая главная задача пока получить бремномет бремномет принципе более менее эффективный но разрушитель стен я скажу так что если его тоже немножко прокачать он тоже будет вам помогать ну и все остальные стратегические также вам понадобятся по поводу арены друзья честно говоря в городе строителя я вам уже показывал но давайте еще раз посмотрим здесь все зависит от вашей лиги если она у вас повышенная то скорее всего вы более-менее эффективно пройдете кто-то сразу направляет на эту дальнюю пушку я этого не делаю я запускаю где-то с этой стороны я по-разному их тестирую бывает и лучше атака проходит бывает и хуже бывает и проигрываю все зависит от лиги если вы поднялись в лиге уже до двух тысяч пятьсот тогда уже скорее всего будут города чуть-чуть лучше будут пушки будет немножко прокачены и смотрите не дотянул ну ладно 8 уровень пока у меня машины сейчас посмотрим что они сделают приблизительный процент получается 87 процентов 80 70 именно вот эта связка я вам чего хочу показать именно кто играет уже или кто начал играть вот такая связка более-менее подходит нормально но это в том случае если вы прокачаете я делал раньше ошибку я нападал сразу на вот эту пушку который выпускает 44 залпа и атака проходила не очень хорошо но когда вы нападаете чуть другой стороны или под углом либо просто эта связка хорошо работает сейчас посмотрим здесь получилось чуть больше здесь 92 процента до получается его вынести еще если пушка получила урон и возродилась она в принципе не очень долго и выживает если она не подбита она может долго идти а если она уже возродилась она погибает где-то в течение 5 секунд ну что вот такой вот интересный бой но это я друзья недавно начал тестировать вот эту связку здесь все зависит от города бывает что и не смотрите 17 уровень у него у меня 3 я провел стопроцентную атаку но это друзья именно смотрите увеличилась 10 и 10 уровень связи с тем что я улучшил все кератушу но в дальнейшем все равно будем прокачивать задача чтобы мы получили рабочего друзья очень долго я не знаю сколько это по времени будет все происходить но смотрите 30 уровень потом мега тесла 9 ну по поводу пушек их можно не эти пушки модернизация пушек до какого-то уровня до 7 можно и уже переделывать это не проблема а вот смотрите повозка с пушкой вот 18 уровень это честно говоря напрягает да но я так и понял что будет подвох с получением еще одного дополнительного рабочего так здесь уже 900 хотят до такого до 18 ну постепенно постепенно это 18 уровень друзья это предельные и именно давайте я вам покажу вот он это короче говоря ее нужно качать на предел ну не знаю может быть она пока пригодится именно в атаках пока бои проходят принципе неплохо стараясь постепенно их прокачивать ну единственная проблема я думаю скорее всего надо будет открывать все остальные слоты которые нам предоставляют я этим пока не занимался все пытаюсь и улучшить но скорее всего наверное надо будет полтора миллиона вот сюда и скинуть открыть их всех а потом уже смотреть как какие войска более-менее эффективно ну вы видели более-менее атака нормально так по поводу этого города здесь друзья все забито все забито тестирую разные войска вот сейчас у меня просто есть несколько войск это я нет есть атака видите я в основном варварами и работаю можно на нападать только на забор 12-13 уровня но смотрите здесь орлиная подбита но работают здесь в середине все всегда выбираете тот город который вы уверены на сто процентов что вы его можете вынести хотя бы на восемьдесят процентов я не говорю про такие но если бы на нем был бы миллион я бы напал его уже смотрите 370 тысяч здесь можно спокойно запускать ваших героев и затаскивать по заданию какие-нибудь атакующие здания потому что есть например у меня задание там например приблизительно где-то на тысячу камней уничтожьте сколько-то столько-то орлиные артиллерии и иногда можно вот так сидеть охотиться но эти задания друзья нужно изначально вам выбивать потому что потом сложные лиги уже будет по-другому смотрите золото сегодня нету города попадаются такие чуть-чуть сложные именно для моих войск но ресурсов нету ну вот есть какой-то бывает так что и открытые есть города и смотрите видите орлина артиллерия она в активном режиме так что там там ловушка была да мы сейчас их затащим можно вот так ходить приблизительно тянуть ресурсы у кого есть герои можете с героями если свободны есть в основном друзья есть если я вижу например если есть ресурсы вот такие же редко я использую сами войска а использовать только героев но если вам нужно например бонус чтобы вы получили звездный бонус можете выбирать такие средние города не знаю если смысл за затаскивать или саму ратушу она сейчас активируется смотрите как она сейчас будет уничтожать их но смотрите еще единственная есть возможность ее снять только когда она успела активироваться и они уже ее долбят и тогда ее можно быстрее снять можно вообще запускать и все стратегические войска потому что не всегда ее можно затащить таким количеством войск давайте попробуем давайте так примерно 10 штук но она уже подбита конечно но варвары ее сносят с первой своей способностью но если вам нужно по заданию выполнять сбивайте например вот эти пушки тоже есть по заданию много чего что снимать их например вот есть задание по арбалетам и по камни швырятелям эти давайте сможем хоть одну не заметил я их сейчас посмотрим хватит хоть на одну их ну давай даже не хватило ну и приблизительно можно можете даже нанимать гоблинат но единственная проблема что гоблины и не смогут звезды брать эта проблема ну что друзья в принципе единственная сейчас проблема у меня что мне нужно сейчас установить сейчас давайте посмотрим дом для животных стоит он принципе недорого 14 миллионов но мне не хватает ровно 13 ну еще остается несколько дней мы его установим по-любому по поводу клэша друзья что я могу вам сказать про три месяца игры конечно отличается от битвы за трон но я вам скажу что немногим вот этот деревню эту строителей специально разработчики изначально поставили для того чтобы вы больше времени тратили на игру вернее проходи проходили целый день не сидели много чего есть проходить игра интересная если начать играть не лет пять назад да можно было бы но я вам скажу что кто только начал играть он ничего не упустил наоборот он пришел и когда уже все есть обновленное а раньше многого чего не было здесь играют в игру в clash of clans миллионы не знаю чем игра привлекательна можно атаковать это единственные игры в своем роде как битва за трон кто кого скопировал неизвестно но то что clash выжил битву за трон это сто процентов не знаю друзья по поводу вложения в игру вы знаете как я к этому категорически отношусь потому что как видите я тестирую игру я дошел практически до 15 уровня и не потратил сюда ни копейки огромная благодарность разработчикам за то что они предоставили игрокам очищаете территорию получает за это камни многие игроки мечтали в битве за трон об одной вещи которые есть здесь это у нас собиратель кристаллов многие мечтали битву за трон и писали разработчики дайте нам разработчики не хотели потому что им это было невыгодно здесь это выгодно потому что здесь есть очень много турниров разных плюшек например ну давай что-то там например в виде вот таких акций пройдите получите но я вам скажу друзья это все ерунда лично мое мнение это вам ну и мне лично дают вот такие вещи так для отвода глаз вот из этого практически я ничем могу и не пользоваться единственное что нужно самой игре это ускорение самих строить войск до по поводу вот этого заклинания эликсира вернее могли бы разработчики сделать больше времени хотя бы на два часа тогда она была более менее эффективна и не забывайте друзья то что вот это все вы покупаете она исчезает за час есть конечно за три дня но это стоит уже дороже но это развод принципе разработчики специально поставили вот это все чтобы она улучшалась 12 часов 12 дней чтобы вы вкладывали и улучшали это все за камни камни вы покупали там и ну и короче круговорот это так понятно что игры все такие созданы и clash также создан если вы игры хотите играть на долго и в хорошем и клане лично мое мнение чтобы вообще не вкладывали а сами улучшали все на пределы и прочувствовали полностью игру стоит ли вообще вам донатить не забывайте друзья что нет такого задания и чтобы его не могли пройти и еще друзья не забывайте что все на арене равны и ни у кого нету тут никаких реликтов вот я прокачаю здесь все на предел я был такой же непобедимый но это так кажется потому что непобедимый здесь нету куча заклинаний куча войск разных плюшек новые стратегии и так далее любой город можно уничтожить если вы научитесь играть правильно ну что друзья такой вот видос философский но друзья это реальность все можно построить бесплатно игра хорошая не спорю затягивает она или нет но как видите не особо прокачиваю я все на предел именно по ратуше потом пойдут у нас военные лагеря смотреть 7 уровень и я уже улучшают так долго и никто меня не может остановить друзья спокойно играете без никаких вопросов на арене полно ресурсов по поводу гоблинов друзья сразу скажу что нет гоблины не справляются эффективности никакой нету можно конечно бегать по ресурсам но единственная проблема здесь вам нужно набирать лигу чтобы у вас немножко и лига росла и плюшки какие-то дополнительные были ну а если просто бегать можете сделать замену вместо например гоблинов установите варваров они будут вам собирать ресурсы но если есть конечно за забором вот так ходите постепенно собираете никаких проблем нету ну потеряете многие переживают если вы напали например высокий уровень ратуши то на вас будут нападать вам этом будет мешать друзья да ничего это вам не будет мешать спокойно строитесь сливаете эту лигу она вообще вам не нужна единственное то что вам нужно это выполнять задание а по заданию вам нужно набирать лигу лигу можете вообще оставить например на потом давайте я вам покажу приблизительно что видео затянется ведь я даже заклинание не использую не прокачиваю правильно пишет и подписчик что нужно было прокачивать самого начала по чуть-чуть но это в том случае если у вас есть пять рабочих у меня четыре рабочих было и я этим не занимаюсь но сейчас осадные машины пошли рано или поздно это все равно все улучшится чего переживать она мне сейчас просто не нужно у нас не такой мощный клан сейчас чтобы так рваться на предел и вкладывать сюда все вот эти задания вы постепенно проходите я их даже отдельная специально не прохожу они сами проходятся тоже не нужно следить но вот такие задания по 500 и так ведь она автоматически соберет золото также пойдет по поводу рабочего я много камней уже потратил но как вы видите что рано или поздно я все равно получу еще одного рабочего нужно будет 2000 собрать и получим есть еще некоторые задания на 1000 здесь как завоюете 3000 трофеев это очень сложновато с моими мелкими зданиями ну ничего со временем все она улучшится и получим эти камни я уже скорее всего больше потратил бесплатному то что дают расчищаю я уже больше потратил мог бы уже еще одного добрать эти две к 2000 а потом хотите покупайте ничего не собираюсь покупать не этих четыре рабочих хватает есть смотрите даже если не будет 5 я например всех четырех героев могу спокойно улучшать без проблем 5 героев нету просто нужно останавливаться на одном если вы хотите улучшать пушки сейчас улучшайте только пушки хотите забор улучшать оставляйте одного рабочего на забор 3 рабочих устанавливайте на каких-то других другие здания и так постепенно будете улучшаться игра очень простая здесь единственная проблема что вам нужно изначально научиться атаковать тестируйте разные войска и разные связки я видел многие многие игроки набирают разные войска если смотреть как играет топ кланы они набирают например вот так это я на шару набрал они вот так постепенно по одному войску набирают 4 этого 4 того 4 этого и запускают по отдельности но это мне так не принципе не нравится если я запускаю варваров я запускаю их и всех но можно вместо супер варваров нанимать гигантов у нас обязательно будет наверное через пару дней обзор я вам протестирую и супер гигантов и супер варваров связка будет небольшая но они будут вместе работать и посмотрим эффективно или нет по поводу драконов драконов постоянно набирает и постоянно атакует ну что друзья вот такой вот был сегодня затяжен затяжной видеоролик ну надо было высказаться ну а вы пишите друзья комментарии а я с вами прощаюсь всем пока